В ходе визита в Республику Беларусь у делегации Чувашии была возможность побывать в крупнейшем агрохолдинге, занимающем солидную нишу на республиканском рынке. Продукция очень нравится. Ну, конечно, самый главный наш продукт – это наша тушка, это мясо птицы, которое мы очень много вырабатываем, экспортируем в Россию и очень много продаем на нашем рынке местном. Продукция наша очень хорошая, наше мясо птицы очень качественное и очень нравится нашим покупателям. Агрокомбинат «Дзержинский» – крупнейший агропромышленный холдинг, объединивший много лет назад бройлерную птицефабрику с рядом неэффективно работающих хозяйств. Решили пойти по пути многопрофильности, правильность выбора подтвердила время. В числе основных отраслей сохранили, конечно же, производство мяса птицы. Сделали замкнутый цикл от родительских ферм до глубокой переработки и продажи полуфабрикатов в своей же торговой сети. Сами же производят комбикорма, белково-витаминные добавки. С современной технологией, новое оборудование и полноценные корма позволили превзойти европейский уровень среднесуточного привеса птицы. Агрокомбинат производит 250 видов полуфабрикатов и колбасных изделий, 20% всей выпускаемой в республике птичьей продукции. Хорошие дивиденды холдингу приносят разведение крупного скота, прудовой рыбы, растеневодства. Коллеги из Беларуси создали собственную торговую сеть. В городах и районах работает более 50 фирменных магазинов фабрика здоровья. Самое главное, они ведут государственный, такой социально ответственный бизнес. Есть социальные бытовые помещения, социальный пакет для своих тружеников. На самом деле, посмотрели, какой высокий уровень культуры производства. У нас тоже есть фабрики с хорошей культурой производства, но здесь высший пилотаж практически. Вот это хочу я сказать. И есть чему учиться. Есть еще одно необычное направление у агрокомбината. С помощью правительства здесь создали универсальный комплекс Центра экологического туризма Станькова. На территории в 500 гектаров организовали военно-исторический партизанский лагерь, представляющий собой реконструкцию типичного лагеря партизанского формирования периода Великой Отечественной войны. Мы решили воссоздать этот лагерь для того, чтобы нашу молодежь учить на этом примере, чтобы люди не забывали, что такое Великой Отечественной войне было, что такое фашизм, что нам принес, какое горе. Ну и в целях патриархского испытания, естественно, самое главное. Да и чтобы не было фальсификации истории, которые сегодня уже, к сожалению, Европа переписывает историю Великой Отечественной войны. Отдельную территорию отдали под зоосад. Здесь же работают манежи для катания на лошадях и пони. В центре организована даже платная охота и рыбная ловля.